наверное каждый из вас каждый из нас сегодня размышляет над тем как устроен мир в смысле человеческих взаимоотношений мы видим со всех сторон мир пронизывает определенная несуразица которую каждый из нас с определенной болью воспринимает сегодня я вам расскажу как на мой взгляд устраивалось наше несправедливое во многом общество как происходили все эти разделы отношений между богатыми людьми бедными людьми и теми людьми которые были ничем и стали всем именно последние нам каждый раз устраивают эти рога на которые мы с вами напаруемся в очередной войне за определенные какие-то ресурсы представьте себе как развивалось общество в древности когда не было больших городов когда кругом были одни деревни и в этих деревнях жили люди которые зарабатывали в кавычку конечно своим трудом но в прямом смысле для себя и для своей семьи естественно сначала как нас и учили в школе это были охотники и собиратели то что давала природа все это забиралось себе и люди на этом жили не отличаясь ничем от диких зверей которые живут тем же самым охотятся на себе подобных и собирают те плоды которые дает им природа потом человек перешел к одомашниванию скота как это произошло но это моя версия конечно она может быть и неправильная но я над ней думал уже несколько лет может быть даже больше десяти и даже делал много раз доклады на различных конференциях это версии сводится к следующему тот кто живет в центральной и немножко к северу туда полосе россии знает что есть такие животные которые называются лоси и в диком виде они особенно самки лосей они весьма даже приветливые частенько это мне рассказывала бабушка моя частенько эти лоси особенно лосихи заходили в деревне даже без спросу заходили в различные хлева и там вместе с коровами и лошадьми оставались на ночь ели так скажем на халяву а потом утром уходили себе в леса и в таких странах как например финляндия даже до 50-х до 60-х годов двадцатого века лоси состояли на службе на почте и различных таких ведомствах гоняя на упряжках естественно запряженных вот этими салазками санями каретами может быть даже на которых перевозили почту в великую отечественную войну в другие военные конфликты лосей использовали тоже это было распространено и вот как дальше все развивалось когда человек увидел что лосиха с лосенком может быть а может быть и без лосенка потеряв его но полное молоком приходило в дом на переночевать например то человек понимал что с нее можно взять хотя бы это самое молоко и таким образом одомашнил впервые например лося а потом пошла эпоха коров и вот когда коровы были одомашнины тут все и началось со временем человек понял что с каждой коровой он может взять определенный прибыток дома если будет вот держать это животное у себя там где-нибудь раньше раньше это были просто загоны в которых коровы стояли и человек пользовался ими опять же на халяву ничего не давая взамен потом начал устраивать вокруг них определенные охранные сооружения чтобы не грызли волки не убегали куда-нибудь эти коровы ну и так далее все это вы теперь поняли да теперь давайте посмотрим как же возникла экономика у нас в деревне было примерно четыре семьи больших огромных семей четыре ну не рода от четыре больших таких семейства которые складывали всю эту деревню таким кругом вокруг определенного центра и эта деревня была в общем то большой одной семьей и было деревенское стадо это стадо мы после я тоже был когда маленьком еще классе наверно в пятом шестом я тоже ходил пасти это деревенское стадо а смысл очередности был сведен к следующему что каждый дом по очереди ну там допустим вот так по часовой стрелке обычно это было по три дня пас стада в котором была естественно и корова этого дома но и вот так все это происходило а потом через какое-то время тоже были наверное восьмидесятые годы когда я уже вырос тогда уже начали заменять своих личных родных пастухов которым ничего не платили а просто они отбывали свою повинность трехдневную начали нанимать чужих пастухов из-за речи то есть у нас там за рекой может быть в километре от нас на другом берегу реки жили люди которые не относились к этому роду к этой семье и вот эти люди они были совсем чужими ну грубо говоря цыганами их называли там или еще каким-то понимаете кем они были и их в общем то поселили там в леске просто из-за того что сжалились над ними они были без роду без племени и вот там они тебе домик построили и жили там ходили в деревенский магазин общались деревенскими но не было ни женитьбы ни свадьбы ничего такого близкого никаких близких генетических контактов так вот что дальше происходило из именно из этих бесхозяйственных таких нищих семей и начали брать этих самых пастухов пастухи естественно пасли стада и брали себе немножко там едой а также столовались у той семьи которая была в этот момент по очереди предназначена для этого столования и в результате со временем эти пастухи набрали себе вес и стали очень такими необходимыми людьми в этой самой деревне потому что все уже остальные давно не пасут а пастух он нужен необходим потому что кто-то должен ухаживать за этим стадом чтобы коровы жили питались и потом к ним ходили до ири брали молоко мясо телят и так далее а а почему я вам все это рассказал дело в том что в нашей деревне как и во всех остальных которые были вокруг не было никаких храмов и никому эти храмы не были нужны я спрашиваю у своей матери там у отца у своего деда бабушки когда они еще были живы почему такое было потому что вот теперь я только недавно когда работал над очередной своей книгой посвященной как раз этим экономическим отношениям я разгадал эту систему система этих взаимоотношений она сводится к следующему когда одна большая семья владеет имуществом в виде скота то тогда у нее не возникает никаких трат внешних она сама его выгуливает кормит и с него получают весь доход все это закрытая система но иногда их там продают куда-то эти коров и так далее может быть но это было крайне редко я помню что из нашей деревни чтобы коровы купить иногда ходили там соседнюю деревню или даже через одну это было событие достаточно очень редкой потому что корова одна служила там много-много лет а потом когда пошли эти пастухи то стали при разрастании деревни строить один большой амбар один большой хлев в котором сохраняли всех этих коров коровы были одной семьи но в этой семье было несколько самостоятельных ячеек семейных но при этом брат с женой второй брат с женой ну и так далее каждому из них строили свой дом и со временем это хозяйство поднималось но коровы были в одном месте и вот для этого места чтобы содержать этих коров и строили храмы назывались они хоровины хоромы это и есть перевод того понятия которое мы сегодня используем для понятия храм раньше это были вот такие дворы именно для скота именно для скота кто помнит деревенскую жизнь или знает ее и сегодня тот знает что в хлеву есть несколько различных закут разделов таких в которых существуют различные животные чтобы они не пересекались не топтались под ногами друг друга и самое интересное что хлев не отапливается и там вся эта внутренняя каша вот эта социальная каша она происходит там внутри там рождаются спариваются и так далее и так далее хозяин только приходит в этот хрев ну и там кормит разводит красит им там за ушком qr-коды присваивает и так далее что и было сделано вот в этом храме первоначальные хоромы для скота они были построены точно так же как обычный сегодняшний хлев просто мы сегодня привыкли что каждом домашнем хозяйстве одна корова но и мало детей поэтому ее в принципе хватает раньше это было совсем по-другому раньше это было мега семья я говорю в нашей деревне было четыре семьи из одного рода и человек был всего в кучей примерно где-то 150 200 представляете сколько это было человек естественно наше стадо насчитывал где-то 30 или 40 коров это большое стадо и в древности она всегда было компактно в одном месте сооружено там его до или днем и ночью как говорится там его содержали там его кормили там принимали приплод там резали и все такое прочее и вот именно на этой основе этой хоромины и возник храм потому что когда-то когда наступает например та же зима когда время приплода приходит обычно приплод снимали где-то на рождество почему и сказали что христос родился в яслях потому что в этот момент рождались вообще-то бочки молодые почему потому что корова дает молоко только тогда когда она только что родила бочка и чтобы зимой когда не хватает пищи вот такой которую можно было бы собрать там грубо говоря яблок и всяких таких помидоров которые росли на деревьях вот чтобы их заменить чем-то в качестве еды нужна была как раз эта корова поэтому ее специально в определенный день покрывали она к рождеству давала нового бычка его может быть оставляли может быть забивали в зависимости от необходимости может быть даже вот на рождество и на седьмое число может быть даже на 1 января забивали его если праздник в определенные годы был ну и крестили крастили то есть красить это вы понимаете это отвязать яйца быку чтобы он набирал больше веса вот через какое-то количество дней бочка крастили и он набирал вес если его оставляли живых вот и вся магия деревни а человек от этой коровы от его матери он питался этим молоком до весны и выращивал и своих детей спокойно потому что дети в принципе в русских семьях тогда рождались где-то в феврале чтобы женщина могла к весенним работам уже войти физическую нормальную кондицию поэтому рожали в феврале ну и так далее и вот дальше из этих взаимоотношений которые строились в хлеву начали формироваться нынешние знания я честно говоря опять вот сколько исследовал этот вопрос у меня все равно получается где-то середина конец девятнадцатого века когда все это возникло ну и финалом этой эпопеи экономической является как раз тот самый капитал карла маркс который был написан и издан в конце девятнадцатого века вы многие это прекрасно знаете что происходило в хлеву в хлеву возникли три силы первое это собственник коровы собственно который ее туда поставлял в этот хлев он в принципе имел корову и забирал с нее какой-то полезный доход дальше второе это сам скот вот эти коровы они в общем то давали собственнику ту самую пищу полезный доход ну и требовали к себе строительство вот этого храма обслуживание определенного там допустим чтобы не болели чтобы была соль все время в углу чтобы они и могли лизать чтобы у них принимали роды чтобы их там за ушком почесали qr-код на лоб поставили ну то есть вы понимаете все это обслуживание должно было бы быть чтобы покрывали коров своевременно чтобы был какой-то табель календарь который обеспечивал правильность и своевременность работы для этой скотины и третье лицо которое появилось там это пастух пастух это тот который сначала пришел подработать чуть-чуть но посмотреть за коровами как вот я допустим был маленьким в пятом классе ну вот я был такой маленький пастух а потом уже возникло пастушечное дело то есть пастух понял что в его распоряжение есть собственность за которой не всегда приходит собственник ну допустим если это овцы которых не надо доить три раза в день а если это корова то конечно надо доить три раза в день пастух понял что с этим имуществом с этой собственностью он как третье лицо взаимоотношений может производить определенные какие-то действия ну например давать кому-то корову не тому кому она принадлежит на время чуть-чуть чтобы там выпили немножко молока с разрешения без разрешения но как-то вот так и самое главное что этот пастух постепенно ввел вот в этом храме определенные какие-то ну такие местные закончики что относилось к этим законам например когда покрыть скот когда забить скот когда например крастить его отрезать эти самые яйца когда забить того то когда яйца куриные собрать там еще допустим что-то когда например собрать себе еду или что-то вот эта еда называлась требы нам все время впаривали что мы там были язычниками на руси кому-то относили какие-то треба не было такого я сколько сказок перечитал а это тексты как раз о древних временах там вообще нет никакого упоминания язычества нет никаких религий нет никаких богов и нет даже никаких вот этих описаний взаимоотношений а каких-то чудесных тех самых вот этих то что нам на уши все время в советское время навешивали ну таких скажем библейских полубиблейских мифов самое интересное что вот эти требы которые приносили за работу этого самого пастуха владельцы имущества они состояли как правило из разные ерунды яйца творог ну вот так тоже молоко ему разрешали самому там попить я не знаю приносили надо были компотики например уже компотики тоже делали или еще что-нибудь там вареница например некоторые вещи стояли у него достаточно долго если это было теплое время суток то они начинали бродить и поэтому именно пастухи именно вот они и изобрели все эти самые спиртные напитки и это вошло в храмовое искусство пиво водка вина варенье и в наши дни остается именно в храмах вспомните вот на всех этих югах виноградники всегда принадлежали именно храмом спаивали местное население всегда именно храмы именно вот так все и развивалось как я вам сейчас и рассказал это был случайный процесс из него же пошел следующий случайный процесс допившись вот этого забродившего зелья этот пастух начинал смотреть на стены где в определенных там танцах его свечи какие-то различные сюжеты развивались и он начинал себе то ли зеленых человечков или змеев этих самых ловить то ли придумывать себе так возникли всевозможные повествования которые он иногда рассказывал кому-то но может быть пошутить может быть развлечь а со временем они сформировали определенное такое изложение которое было наполнено уже законами как вести пастушечную деятельность в храме и вот от этих пастухов и появились сегодняшние пастыри которых мы называем вот этими самыми отцами которые и являются священниками сегодняшних храмах они до сих пор берут такие же требы яйцами там всеми и остальными хлебами и все абсолютно также у них происходит и они также выпасают тот деревенский скот только сегодня к ним приходят не коровы а уже быки которые в виде человеков доверяют им не то что какое-то имущество а свою жизнь совесть свободу и так далее на этих основаниях и сформировались все эти отношения которые мы сегодня называем экономика и когда тот самый карл маркс писал свой капитал он все это разобрал конечно без скотного двора без этого примера я его вам принял просто для того чтобы вы четче поняли а карл маркс дальше пошел он объяснил что вот этот скот и все его там приплод еще что-то это со временем превратилась как раз в те самые деньги и на этом возникла денежная система каким образом очень просто когда например есть много хозяев и много скота и один пастырь священник теперь уже понимаем да то когда приходит хозяин за своей коровой забрал ее потом вернул и все это вот так вот все это вот так вот когда новый пастырь все это видит он запомнить не может и чтобы все это не разбежалась не разбрелось чтобы ему потом проблем не было он начал записывать маша забрало маша вернула фите забрал фouble вернули вот эти вот запис и они постепенно стали превращаться в афте самые долговые расписки деньги бумажные деньги почему потому что маша забрала наша вернулась следующий день приходит маша а он допустим тот самый пастух уже забыл что она ему вернула ну да нет вот и забрала вот и забрала а ты еще мне не вернул а нахвай да как же вот написано вернула вернул «Ну, тогда я тебе должен выдать, да, вот я тебе выдаю». Вы поняли, что это обычные деньги. И монеты появились только из-за того, что не было никакой бумажной системы. Тогда монеты это были намного четче запоминали. Термин «монета» образовался от слова «мнить», «помнить». То есть это память о том, что ты действительно отдал или забрал. То есть какие-то взаимоотношения именно имущественного экономического характера. Вот как все это происходило. Ну и последнее, в этой теме самое интересное, что нас сегодня действительно держат за скот. Потому что со временем, со временем пастухи поняли, что без них, без них власть вообще никак не реализуется. Потому что если они не дают системы управления стадом, то имущество становится обременением того, у кого есть корова. Представляете, вот люди раньше имели около каждого дома свой хлев, а потом сделали один большой храм и туда согнали всех своих коров. Хлева больше нет ни зимой, ни летом. А корову, допустим, им говорит обнаглевший, например, пастух, забирайте свою корову. Куда? Понимаете? Куда? Домой, что ли, к печке? И тогда уже хозяин, ну, заради бога, там, Йоська, ну, возьми ты мою корову. Ну, что тебе там? Он, нет, у меня места в храме нет. Вот, знаешь, вот если ты не будешь меня поддерживать там на выборах, я твою корову не возьму. Ну, то есть, вы понимаете, получается, политика храмовая, она же была потом трансформирована в городах. И поэтому называется капитал имуществом и капитал столицей, потому что столица – это уже стала та часть общества, большая деревня, не город в смысле, что он огороженный, нет, а то, что в нем стал престол. Столица – это престол не бога, а престол тот, где происходят роды, выпасания и смерть этого самого скота. Ну, и, наконец, самое-то интересное, почему у нас до сих пор идет учет смерти и рождения в храмах? Ну, потому что там все эти телята и ягнята рождались по нашей с вами традиции-то. Вот он родился, его пастук записал, сказал, что вот Колина корова принесла там теленка, и все, вот он записал теленка, назвали Борька. А, допустим, другой раз пишет, что вот Борька вырос, ему уже целый год, забили его, как Чубайса, на мясо и молоко. Вот я отдал мясо, себе оставил три копыта на холодец. Вот как все это происходило. Примерно подобное описал в своей книге капитал Карл Маркс, и в то время, когда он описал, это было открытие, это конец XIX века. Почему я вам всегда говорю, что ну не было цивилизации раньше? Представляете, как может быть цивилизация, когда впервые Карл Маркс открыл экономические взаимоотношения вот такого рода? Он открыл, знаете что, не прибавочную стоимость, нет, а трудовую силу, трудовую силу. А трудовая сила – это способность коровы давать молоко. Вот сколько она может дать молока, ну, например, там, три ведра в день, вот это трудовая сила. И вот когда это все открыл тот самый Карл Маркс, почему у нас в стране Советский Союз сделали, и именно Карла Маркса и Энгельса на божничку подняли? Потому что он открыл вот именно эту часть, что трудовая сила дает богатство, деньги. Не важен собственник, не важен. Поэтому в СССР прогнали собственников после революции. Не важны сами пастухи в принципе, хотя прогонять их не стали, иудеев поставили. А вот скот – это самое главное, потому что скот всегда может дать прибавку своей рабочей силой, которая заложена в нем от природы. То есть это обычное собирательство. Советский режим коммунистический – это обычное собирательство с людей, их жизненной функцией. Человек просто не может сидеть на диване, он должен что-то делать. Вот что-то делает, и это идет в доход государства. А государство себе взяло функцию собственника, всех выгнало и сказало, что все коровы в Советском Союзе мои. Но ведь их же надо обслуживать, этих коров. За имущество надо смотреть, храмы им строить, заводы им строить и все такое прочее. Сначала вроде покатило, а потом все эти коровы начали, знаете, то соломку с крыши съедят. Помните, наверное, кто постарше меня помнит, как тащили со всех заводов, через дырявые различные загородки, всевозможные имущества, металлы. Что только не тащили, сейчас вспоминаю. Почему? Потому что государство воспринимало содержание этого имущества как нагрузку для себя. Ему, этому государству, нужно было за содержание этого имущества платить свои собственные деньги. А в капитализме, который остался для всего остального мира, там ситуация оказалась другой. Там собственник сидит и платит он за свою эту свинью или корову, как хочет ее содержать, хоть на ней ездит или женится, как вот иногда бывает. Главное, что государство берет свои чистенькие дивиденды, проценты, которые называют налогами. И больше у государства голова не болит. Жив этот собственник, жив этот скот. Вот неважно, если где-то там все подохли, в другом месте народились. И вот эти те, которые народились в другом месте, опять платят те самые налоги. Вот как разделился мир тогда на два полюса. Именно из-за того открытия, которое сделал тот самый Карл Маркс. И на России был поставлен опыт, как будет работать вообще система, если из нее убрать собственника по Карлу Марксу. И я вас уверяю, это не последний опыт. Может быть, тот был такой плохой или хороший. Ну, каждому по-своему, кто как в это время жил, там по-разному. Самое главное, что в скорости будет еще один опыт. Я думаю, что он будет поставлен тоже над нашей страной, а может быть и над другой. И там немножко будут экономические отношения изменены. И уже человек, который придумал часть этих отношений, он уже десятку сидит с 2012 года. Вот уже 10 лет прошло, как он сидит. И одни мои товарищи, теперь новые знакомые, которые и на меня наехали в 2020 году, они мне признали, что они его посадили прямо вот именно за это, за то, что он придумал. Он создал тот инструмент, которым сегодня пользуются все. И этот инструмент у каждого, как говорится, на устах. Мы все его знаем. В следующем видео я о нем расскажу.